добрый день дорогие подписчики любители казахских волкодав сейчас у нас национальный центр представители объезжают заводчиков смотрят собак какой по голове есть задают им разные вопросы задают им разные вопросы на которые почему-то у них ответ можно сказать неудовлетворительный заводчики собак просто-напросто не знают отличие различие тубет от обычной среднеазиатской овчарки в комментариях часто такие диванные критики любят писать что это все среднеазиатская овчарка что все это одно и то же и он так скажу это не все одно и то же средняя азия не могла сама по себе кладить одних тех же собак таком большом количестве если вы видите замечаете то встречаются собаки более сложной формы более растянутой формат более костистые были такие сказать удлинованного формата головы с выраженной над бровыми дугами это не просто так это говорит о том что просто предки этих собак были более сложной формы этот настоящий волкодава что мы имеем ввиду тубета это более массивные более мощные собаки которые в результате скрещивания барзообразными собаками в регенерации получили обычных так сказать алабаев алопаров раньше казахи их так называли сейчас алаба это так сказать зарегистрированная туркменская порода хотя таких собак полным-полном было и в не потом многие не понимают что мы потомки преемственники золотой орды а золотая орда была так сказать хозяином средней азии и все лучшее попадало именно на территорию нынешней казахской казахстанской так сказать территории естественно так как кочевники у нас были селекционерами они брали лучшее и занимались всегда лучшими потому что они знали понимали что от лучшего лучшее рождается и так далее но в результате последних 150 лет наши громадные гигантские могучие волкодавы превратились между типных тубетов и среднеазиатских овчарок но выстреливают среди них такие похожи на тубетов которых мы пытаемся внедрить и селекционировать обратно в тему тубета и получить таких же могучих волкодавов какими были они издревле на последнем видео показал различия тубетообразного щенка и обычных среднеазиатских овчарок это необычно это тоже порода для нас это так как и очень много они стали обычными тубетообразные собаки стали так сказать исключение редкостью многие говорят что цвет только но опять люди не понимают что здесь и качество шерсти другой она более жесткая не было более плотная высокого качества здесь сложные формы головы здесь подвес более развитый костяк более такой толстый растянутый формат и таких нюансов очень много которые отличают от обычной среднеазиатской овчарки мы тубета также считаем что это протопорода она более древняя возможно даже не казахская она больше была волкодавом тюрков тюркоязычных но виду вот этих всех регенеризации она все становилась хуже хуже потому что этих собак было все меньше поместных собак все больше и оттуда получились так называемые сейчас среднеазиатские овчарки кто-то их может назвать сагидахмардая кыргызы дубет туркмены алабай вот более древняя порода это тубет у кого-то она может купек называлась какой-то дубет но для тюркоязычных это была одна порода не обязательно что-то прям казахская просто так получилось что более большая концентрация этих собак именно были в казахстане ну после вот этих советских перестановок каждый начал называть их по-своему и оттуда у нас сейчас недопонимание откуда что почему да и таких понимающих собак очень мало все там держит две-три собаки среднеазиатской овчарки и понят себя экспертами не видят элементарных различий отличий этим жить надо понимать и тубет чтобы различать понимать нужно хоть раз в жизни увидеть но не каждому это удается потому что этих собак ну практически нет я когда начинал я еще находил наиболее таких прям приближенных приближенных тубету из-за этого у меня есть четкое представление как он должен выглядеть каким он должен быть и почему он таким должен быть я могу это объяснить рассказать и показать на примере вот таких рабочих собак вот грубо говоря щенок он уже отличается от обычно среднеазиатская овчарка и поведение и все остальные ее характеристики вот так как краткость вкратце хотел рассказать вам так как все время некогда все бегом бегом подписывайтесь ставьте лайки если будет на ум всплывать ваши вопросы буду по возможности отвечать этот щенок не дает мне снять все до скорой встречи